Привет, Линк! Ох, пони виллаут! Роза, Лори говорит, что у вас что-то произошло? Да! Мой астролог Эрнесто Истрелло недавно заявил, что весь наш город проклят! Но во имя Энстейна все знают, что проклятие полная нелепость! Милая, они принесли торт! Торт достична! Ха-ха, смешно! Я-я просто в торт с торги! Ха-ха-ха! Жвачная Эйфелева башня! О, вау! Стала гораздо лучше, Линкольн! Я тренировался! Надеюсь, мы вам не помешаем! Югни! Конечно, нет! У нас могут поместиться еще 12 человек! Не трогай мои вещи! О, я все перетрогаю! Кто хочет поесть? Скучала по запеканке твоего папы! Потамали с твоей обуэллы, я скучал еще больше! Похоже, что мы без ужина! Побыстрее, побыстрее! Ток, ток, ток! Кто же там застрял? Я больше не могу! Нет, пупсичек, ты первый! О, детка, я тебя всегда пропущу! Ты мой номер один! Нет, ты мой номер один! Что ж, тогда я вперед пойду! Клин, Лаут побеждает! Стойте, мне это нужно! Видишь, зачем нам ванная? Да, и здесь раковина вся наша! Я же чищу зубы! Моя щетка принцессы! Как ты смеешь! Что ж, плюс в том, что мы не спим на полу! Хотя, конечно, я бы поспала на полу! Хотя бы ты не в гробу! Спокойной ночи, чтобы вы спали как мертвые! Я хочу вернуться домой! А мне так весело! Можем притвориться мумиями древних фараонов! А-а-а! Ну так еще страшнее! Хватит слюнявить меня! Эй! Ты это серьезно? А-а-а! Хочу обнимашек! Ребят, день был трудный! Давайте попробуем заснуть! Со мной в гробу кто-то еще есть! А-а-а! 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 Уэлла, ну же! Мы не можем остаться! Нас слишком много! Может, здесь и тяжело, но все же лучше, чем в невезучем городе! А-а-а! Это хуже любой невезучести! Ох, надо как-то прекратить этот кошмар! Скучаю по простыням с паровозами! Я скучаю по твоему отсутствию! А-а-а! Прекратить! Ха-ха! А-а-а! 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 Я цел! Вот невезение! Хорошо, хоть и Буэлла не видела! Ммм, по логике вещей лучше бы увидела! Это докажет, что невезение ведь здесь случается! Постойте-ка, Лиза права. Если докажем Абуэлле, что и здесь есть невезение, мы сможем вернуться домой. Блинчики, блинчики, пеку блинчики. Еще щепотку корицы. Это первый код соленый. Да, вкуснятина. Да, надо взять рецепт. Соленые блинчики, это интересно. Соленые? Саладос, о нет, соленые, это же дурной знак. О, мне больше достанется. Этап второй, код черный. Этап второй с половиной. Одежда сядет. Вся одежда села и стала черной. Это дурной знак. О, да, Абуэлла. Очень плохой. Ихоле. Сквозняк, что ли? Этап третий. Код смывай. Вот и оно. Вот и потекло. Луна находится в седьмом доме. Сегодня особенный день для родившихся под знаками огня. Сегодня они встретят любовь. Это их судьба. О, это потрясающе. Я встретила Абуэлла, когда была не намного старше, чем ты. Боюсь расстроить тебя, Абуэлла. Но нет шансов, что я сегодня встречу любовь. Если ты не про гуакамоле. Эй, Линкольн. Чё, как? Эй, Ронни Энн. Знаешь что? У мамы встреча в городе. Так что мы можем потусить. Не может быть. Это потрясно. Да, я там через час буду. Если не сломается фурзина. Хорошо, до встречи. Это знак. Предсказание Эрнеста уже начало сбываться. Ты о Линкольне? Да, конечно. Ра, Ронни Энн и Линкольн, тили-тили тесно. Жених и невест. Слушай, Абуэлла, мы просто друзья. Ладно, ладно. Но Гектор и я тоже были просто друзьями до того, как друг в друга влюбились. Ты не можешь взять тарелку? Начос, это тарелка. А ещё собочек. Я так рада, что ты здесь. Я тоже. Я привёз кое-что из Роял Вудс. Виноградная Флиппи, твоя любимая. Наверное, надо было взять индейку барбекю. О, как заботливо. Правда, Ронни Энн? Может, пойдём лучше в мою комнату? Серхио проследим. Я соскучился. Ты, я, видео с котами. И не только один я. Помнишь Рошель с урока у миссис Джонсон? Ух ты, это глупое яйцо, с которым мы должны были нянчиться. Она может тебя услышать. У неё одни пятёрки в этом году. Похоже, мои неплохие родители. Это судьба! Эй, слушай, отличная погода. Почему бы нам не пройтись? Что ж, расскажешь сплетни из Роял Вудс? Ну, рад, что спросила. Вообще-то мне нужен совет. Моему другу нравится одна девочка. Но они давние приятели. И она живёт очень далеко. Ему рассказать о своих чувствах? Друг, конечно, это судьба. Нет! То есть, может, ему стоит спрятать чувство глубоко внутри, чтобы не испортить всё? Не, он на это не пойдёт. Она ему очень нравится. Эй, а здесь есть место, где мы могли бы побыть наедине? Наедине, наедине. Мне надо поделиться с тобой чем-то важным. Это судьба! Бум! Вас только что эстрельнули. Как насчёт пойти в пиццерию дальше по улице? Отличное место для молодых людей, чтобы поговорить. Ай, меоха! А, прости, Абуэлла. Пицца отлично. Эм, да, круто. Значит, пицца. Я только забыла кое-что в доме. Я сейчас вернусь. Хм. Сид! Попалась! Ой, прости, Ронниен. Я думала, это кто-то другой. Не видела зелёно-оранжевую птицу? Я хотела бы помочь, но у меня есть проблема. Мой друг Линкольн здесь, и я уверена, он собирается признаться мне в любви. Я думала, вы просто приятели. Я тоже. Но он привёз наше яйцо ребёнка, говорит о влюблённом друге и хочет поесть пиццу. Наедине. Родители ели пиццу на первом свидании. А я не хочу свидания. Если он скажет, что любит меня, это будет очень неловко и может разрушить нашу дружбу. Ты права. И дороги назад не будет. Именно. Поэтому я хочу, чтобы ты пошла с нами. Тогда он не будет говорить о своих чувствах. Конечно. Я подставлю тебе плечо. Но если увижу птицу, я побегу за ней. Я рада, что два моих лучших друга наконец встретились. Много о тебе слышала, Линкольн. Вижу, почему Рония нравится быть твоим другом, и не больше. Ну, пора бежать. Я собираюсь пойти в пиццерию. Ух ты! Вот это странное совпадение. Мы тоже как раз туда идём. Ладно. Ну что, а с чем пиццу будете брать? Я бы взяла с грибами. А я возьму с пепперони. Птица! С птицей? Я не пробовал, но... Нет, это её птица. Ну что ж, зато теперь мы снова вдвоём. О, эй, это моя Буэлла! Куда вы идёте? Останьтесь! Ола, Миха, нам нужно на репетицию. Наш концерт в боулинге на следующей неделе. Стой, эм, сыграйте что-нибудь нам. Уверена, что Линкольн с удовольствием вас бы послушал. Хорошо, одна песня. Любовь! Лучше в мире нету, чем любовь! Ух ты! Было отлично, но я не хочу, чтобы вы устали перед выступлением. Обалдеть, пупсичек. Я так жду дня благодарения. Я тоже. Мы не отмечали его всей семьёй лет пять уже. Когда мы жили в Ройл Вудс, маме всё время приходилось работать в больнице на праздник. О, это клюквенный соус. Я поскользнулась по дороге. Приходилось туго, но я всегда успевал сделать прививки. Эй, Бобби, посмотри, сколько интересного моя семья делает на праздник. Привет, Лин. Приветик, Бобби. Что она у тебя? Что надо? Это не для красоты. Это мой подгузник. Я не пропущу ни одного блюда или матча, потому что не придётся бегать в туалет. Проверка! Что она собирается делать? Класс! Как в пустыне. Пропал мой куриный бульон. Как продвигается с индейкой? Индейки для любителей, Лорилу. Сделаю инди-гусёлубя. Это голубь, запечённый в гуси, и всё это в индейке. Тройная птица, конечно, в три раза вкуснее. Тройное преступление! О, картофельное пюре! Брысь! Хорошая попытка, но мы обязаны сберечь еду до завтра, как сотрудники праздничной полиции. Но я только... Говорят же, брысь! Где вы были, когда Лин взяла мой бульон? Да, у нас тоже много всего готовится. О, покажи мне. Ох, если б ты могла понюхать бабушкины томалис. Нет, Роберто, здесь едва хватит томалис на ужин. Бабушке не нужна охрана, она сама себе праздничная полиция. Вот твоя подушка, Линкольн. Каждый год Линкольн объедается и засыпает за столом перед десертом. Не в этом году. У меня есть план. Если я стану засыпать, я суну голову в ведро с ледяной водой. Вот так. Плохой план! Карлос, положи книгу, я должна видеть глаза. Тетя Фрида каждый год рисует портреты. И в этом тема эмоционально чистые овощи. Как сидит? Тесновато! Я могу внести изменения. О, кто играет на гитаре? Это дед. Он поет серенады каждый день благодарения. Дайте мне настроить гитару. Серхио, выдай мне си. Вау! Си! В магазине благотворительный сбор консервов. Я назвал его сердце-нежестянка. Очень забавно, СиДжей. И раз я с ним в этом году, мы можем удвоить пожертвования. СиДжей, смотри, это мистер Парк. Он еще не жертвовал. А то его! Стой! Назад, Су Собот! Соус? Извини, что? Прости, первородная сестра. Я тестирую Су Собота. Робота, которого я построила для раздачи соуса. Сди робота-уборсика. Не надо роботов. Я сама. Ваш праздник выглядит потрясающе. И ваш тоже. Я бы хотела его вместе провести. Я тоже. Так я точно не усну до десерта. Почему мы не можем быть вместе? Что, если я проведу День Благодарения в твоей семье? Ну или я приеду в Роял Вудс к твоей семье. Что? Оба варианта хорошие. Решай ты. Ох, детка. Я не смогу выбрать. Помнишь, что бывает в ресторане, когда мне дают меню? О, я перезвоню тебе. Кажется, что-то упало в секции кошачьего корма. Они собираются сделать что? Никто в семье не пропускал День Благодарения. Но мы наконец-то все вместе. А что, если Бобби так понравится у Лаудов, и он решит провести у них Рождество? Сначала вот это, а потом будет на каждый праздник уезжать. Слушайте, у нас еще есть время. Они не решили, куда поедут. Может, если показать Бобби, сколько он пропустит, он... Не захочется уезжать. Может, мы убедим Лори, что отъезд будет роковой ошибкой? Так и сделаем! Ха, встречаемся на кухне. Ты получил записку. Проголодалась? Давай, попробуй немного, мы никому не скажем. Так, минуточку, это ловушка? Это похоже на ловушку. Вовсе нет. Мы не устраиваем ловушек любимой сестре, старшей и самой важной. Да, это буквально я. Лори, вот ты где. Подойди на секунду. Я делаю костюмы к сценке прощения индейки. Принеси судье Лори ее мантию. Вот, ваша честь. Прошу вас. А вот и новая индейка. Эй, ты не рада, Лили? Лори помиловала всех нас, и теперь твой черед. Вы можете представить сценку с индейкой без нашего судьи? Я не могу! И я тоже! Она наш центровой! Почему вы ведёте себя так чудно? Мы? Чудно? Чего? Эй, Лори! Я развешивала самодельных индей, которые вы делали все эти годы, и нашла ту, с которой всё началось! О, индейка из детского сада! Погляди! Все мои одиннадцать индейок вместе! Одна большая счастливая семья всегда так было, и, надеюсь, так дальше и будет! Мам, ты больно мне делаешь! Ты что? Поверь мне, это не моя идея! Ну, а ты сказала семье, что ты не хочешь? Они меня не послушают, тут их десять на одного! Ситуация знакомая. Ну, не волнуйся, ты позвонила кому нужно! Я знаю, позови Лори! Эй, Рунин, как дела? Вы что? Я не знаю, что там Бобби думает, но я скажу ему, что он должен думать! Я всё ещё не понимаю, зачем мне с тобой ехать! Затем, что Рунин твоя девушка! Она не моя девушка! Линкольн, у нас под ногами буквально пропасть! Ты точно хочешь вступить в сбор со мной прямо сейчас? О, интересно, кто бы это мог быть? Я просто открою дверь! Знаете, у вас тут банда котов пытается сюда проникнуть! Пять тысяч! Ох, как неудобно! Я не заметил, как вы вошли! Ну, в общем, это Лори, девушка Бобби, а это Линкольн! Твой парень! Нет, не мой! Это дядя Карлос и его жена Фрида, их дети Карлота, Сиджей, Карл и Карлида с бабушкой и дедушкой! В общем, Лори, ты должна быть соскучилась по Бобби, он в бодеге, пойдем! Линкольн, после такой долгой дороги ты наверняка голоден! Я бы поел! Бобби, смотри, твоя прекрасная верная подруга! Она приехала, чтобы тебя увидеть! О, детка, это лучший день в моей жизни! У меня есть пистолет для ценников, а теперь и ты! Бобби, что это за новости? Ты сюда переезжаешь? Знаю, это может шокировать, но не волнуйся, я все уже продумал! Дедушка сказал, я могу работать вместе с ним, и это место очень клевое! Я все тебе покажу! Тебе понравится, как стоит молоко! Что значит, ты не смогла его убедить? Он говорил про бодегу 40 минут, пока не пришел клиент! К тому моменту я буквально дошла до предела! Нам нужно что-то сделать, чтобы привлечь его внимание! О, теперь ты привлечешь внимание всех парней! А, я знаю! Почему в этой семье все тянут за руку? О, кажется, я съел слишком много! Эй, Ликвин, поиграю в пиратов! О, обожаю играть в пиратов, СиДжей! Но у меня болит живот! Я знаю, что делать! Что вы дел... О, играем! Ура! Зашищайся! Бою! Я пират! Я хочу, чтобы ты навела красоту! О, наконец-то! Начнем с того, что выкинем все эти вещи! Я обычно жертвую, но никто такое не захочет! Не мне! Ей! О, я не это имела! У тебя образ такой уникальный, такой резкий, но... Подруга, шевелись! Вау, ля! У, бани-то чеки-то! Ха, забудь про Бобби! Ты слишком прекрасна для него! Тянешь на десять, он на четыре! Ах, ты очень милый, но мне правда надо поговорить с Бобби! А, играешь в недотрогу! Вызов принят! Будешь моей газелью, а я буду пумой! Вау! О, детка, ты в порядке? Придется взять с себя деньги за муку! Нам нужен новый план и быстро! Но какой? Смотрите финал лодки мечты! Смогут ли надежды Брайанту удержаться на плаву во время свидания в шлюпке? Или он станет человеком за бортом? Рау, свидание в шлюпке! Па-бам! Свидание в шлюпке или типа того? Прямо как в лодке мечты! Очень романтично, детка! Я знаю! Потому что мы так романтичные! В смысле у нас буквально родство душ! Ты не думаешь? Точно! И я хотел сказать тебе... На помощь! А-а-а! Мои манго! Поставщик манго в беде! Прости, дела о бодеге меня зовут! Ах! Ты следи, не идет ли бабушка! У нее есть средства почти от всего! Должно быть что-то от тупости Бобби! Ммм! Выглядит любопытно! Бобби! И помни, важно, чтобы ты была первым, кого он увидит после того, как съест это! Поняла! Эй, Пупсичек! Я подумала, ты проголодался и спекла печенье! О, шоколадная крошка! Зачет! Э-э-э, простите! А где у вас молоко? Вы, должно быть, Вито! Откуда вы знаете? Э-э, просто угадал! Секунду! Я должен помочь клиенту! А-а-а! 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 Хорошо, мистер Филипоньо! Приятного вам вечера! А-а-а! Кто этот Пупсик? Нямки-нямки! О-о-о! Мы уезжаем, но миссис Касагранда печет торт! Линкольн, я буквально потеряла своего парня! Ты правда хочешь со мной прямо сейчас спарить? Дедка, куда собралась? А тебе-то что? Почему бы тебе не вернуться в свою бодегу? Ты определенно заботишься не больше, чем обо мне! Я просто пойду помогу миссис Касагранда с глазурью! Линкольн, что это там происходит? Я не знаю, но для меня там многовато драмы! Погоди-ка, они обнимаются? И Лори улыбается! Должно быть, она убедила его! Да! Спасибо, спасибо, спасибо! Я знала, что мы сможем! Пойду соберусь! Честно говоря... Что? Я знаю, я приехала убедить Бобби не переезжать, но я поговорила с ним, он должен жить здесь! После того, как он полностью забыл о тебе? Но он не забыл! Он на самом деле много думал насчет того, как нам с ним быть! Мы расстанемся только на год, и мы оба пойдем здесь в институт, где преподают твой дядя Карлос! Ну, это классно для вас, народ! Но что насчет меня? Линкольн, давай! Нужна твоя помощь! Я не знаю, Ронниен! Я думаю, твоя семья очень классная! В смысле, кто еще делает такие торты? Uno, dos, tres! Тут нам не о чем волноваться! Да! Это ужасно! Это чудно! Не волнуйся, решающая битва за ужином, а там уж мы их просто леничтожим! Ужин! А вот и они! Лори! Бобби! Мы оставили вам место! Нет, мы оставили место! Эм, может, мы сядем посередине? Эм, вот, попробуйте мой фарш из кожи индейки, тебе понравится! Но сначала попробуйте томалис, я добавила больше специй! Ха-ха-ха, больше специй, как мило! Они хотят не горячего, а сладкого! Вот, дети, попробуйте мой картофель в зефире! Ха-ха-ха, откуда ты знаешь, чего они хотят? Они точно будут рады моему паштету из печени индейки! Я хочу произнести тост! Бобби, Лори, я просто хочу сказать, как много для нас значит то, что вы с нами! Не уверена, что смогу договорить! О, мам! Извините, вы позволите? Я уверен, это много значит для вас, но при всем уважении для нас еще больше! Что ж, Гектор, это маловероятно, потому что для нас ничего нет важнее, ясно? Неужели? Да! Ты серьезно? Да, это серьезно! Забудьте про тост! Я гораздо лучше выражу это музыкой! Мы любим Бога, Лори больше всех на свете! За землю! Ой-ой, как ты посмел! А-а-а! Усмирите своих детей! В этом доме отмечать опасно! Ну, если вам не нравится, вы можете уйти! Не ты, Бобби, ты останься! Так вот, чего вы хотите? Украсть у нас милого Роберто! О-о-о! Как будто вы не пытались Лори украсть! Вот что, милочка, у вас это не выйдет! Папа Фрида, прошу, хватит! А ты в это не лезь! Да кто захочет тут у вас штаны просиживать и давиться вашей сухой птицей? Инди-гуселупь очень вкусный! Может, проблема в вашем пресном соусе? Кто-то здесь сказал соус? А-а-а! Нет, они его не заслуживают! А-а-а! Ошибка, ошибка! Бип-бам-бам-бип-бам-бам-бам-бам-бим! А-а-а! Моя живопись! Хватит уже! Я знаю, как решить спор! Да! Армрестлингом! Погнали! Нет! Давайте спросим Лори и Бобби, где они хотят отметить праздник! А куда они делись? И вот так Лори и Бобби оказались в единственном месте в городе, которое открыто круглые сутки, все дни в году, кроме сезона рыбалки! Мне так жаль, пупсичек! Знаю, что в этом году ты хотел настоящий день благодарения! Все, не так плохо! Я нашел сушеную индейку! А-а-а! Разрази маячимсы! Сосиска в части! Оу, как же вы нашли нас! Радиомаячки! Вы ушли, не попробовав мой тарт! Ха! Им больше понравится мой фланг! Фланшман! Тарт, тарт, тарт! Хватит! Разве вы не поняли? Поэтому мы и ушли! Мы не смогли выдержать все это и ругани! Мы не хотим выбирать сторону! С этого дня мы будем отмечать день благодарения сами! Такого никто не хочет! Мы уж точно нет! Лори, Бобби, простите, что мы вели себя так по-ребячески! И нас простите! Это так сложно отпускать детей! Знаете что? Может, вы заберете Лори и Бобби? Ох, похоже, что мы этого не заслужили! Пусть они празднуют с вами! Эй, а у меня есть идея! Почему бы не меняться каждый год, а? И попробовать хот-доги, которые я продаю со стопроцентной наценкой! Праздничная скидка! Мы согласны! Да! А ты, Бобби, это новое приложение «Огонь»! А, надо лишь сделать хорошее селфи, так? Да! И приложение покажет, как будут выглядеть наши дети! Давай, сфоткайся скорее! А, я так взволнован, детка! Мы увидим Бобби-младшего! А, разве не Лори-младшую? Лори-младшую еще лучше! Хорошо, ты увидишь нашего малыша через три, два, один! Мама! А-а-а! Это же ужасно! У нее мои уши! И мои крылья! Победитель! Два билета в молочный парк? О, это вип-билеты на эксклюзивный бета-запуск новой шоколадно-молочной встряски! Ты выиграла их! А я все утро пью шоколадное молоко! Возьмешь меня с собой? Ну, конечно! Да! Я слышала, встряска трясет так сильно, что потом неделю трясешься! Ты меня забрызгал! Вызов завершен! Ронни-эн! Мой рентген лучшей подруге передает, что у тебя есть что-то потрясающее! Это впечатляет! Она выиграла два вип-билета в молочный парк! Да! Мы пойдем в молочный парк! Да, мы пойдем! Эй! А разве ты не обещала сводить? Мою лучшую подругу в мире в молочный парк по вип-билетам? Ну, конечно же! Абуэла, надо принять супер-важное решение! Как выбрать между двумя очень близкими людьми? Ну, когда передо мной встает сложный выбор, я ищу знаки вселенной! Например, я решила встречаться с Абуэла, когда увидела его лицо на тортилье! Неплохое приземление! И, сделав выбор, держусь! Хорошо, вселенная! Подай мне знак! Фирменное блюдо! Как быстро! Линкольн, значит! Хот-доги! Или сир! Вселенная! Определись уже! Салон красоты у Маргариты! Бери меня! Нет меня! Вселенная, я все отлично поняла! Надо взять в молочный парк и Линкольна, и Сид! Это кто тебя так? Вселенная! Ах, неважно! Мне просто очень, очень нужно выиграть еще один билет! Распродано! Знаешь, у кого последняя партия от молочного парка в городе? Осталась одна победная бутылка, и это значит, она... Я беру все! Ага, сейчас! Билеты в парк будут мои! Билеты мои! Ну, давай сюда! Давай, ты пристал! Вот так! Вы правы, я победитель! Стойте! Вы не будете любоваться моими билетами? Они украли шляпу! И ботинки! Ну, как мне теперь достать билет? Может, Вито отдаст тебе лишний билетик? Отличная идея, Бобби! Ого! Я не часто слышу такое! О, я нашел тебе шляпу! Спасибо, друг! А я полон хороших идей! Парк! Эй, вы! А ну, отдайте! Эй, Вито! Мой друг! Дай угадаю! Ты хочешь в молочный парк? Вы меня раскусили! В очередь! Эти двое украли билеты! Вернешь их мне назад, отдам тебе один! Это хорошая сделка! Я отлично их знаю! Они готовы на все ради лакомства! Эй, вернитесь! Верните билет! Я дам вам шесть хот-догов с начинкой за билеты! Ладно, десять хот-догов! О, держи, приятель! Прости, Ронниен! Второй билет достается Бруно! Я не могу разочаровать друзей! Что же мне делать? Замечательный поход в парк! Я готова! Пссс! Надо было сразу ко мне обратиться! Да чем ты поможешь? Сколько недоверия! Встретимся у входа в парк! Я точно тебя проведу! У меня там связи! Правда? Это тебе! Я неделю носил ее под униформой! Пупсичек! Она пахнет любовью и корн-догами! Прошло двадцать минут! Разнимаем! Ну, тебе предстоит увидеть бабушку и дедушку? Да! Еще тетю и дядю и их детишек! Дом вверх дном ты бы оценил! А ты-то это как выдержишь? Это всего два дня! Потом жизнь придет в норму! Два дня! Бобби! Лори! Я буду скучать! Каждую минуту! Каждую секунду! Ну, счастливого пути! Снюхаемся, слюнтяй! Я унюхаю тебя первый! Привет, золотце! Снова пришлось работать двойную смену! Я могу лишь мечтать не покидать вас так надолго! Я не против! То есть, многие ли могут тренировать прыжки на скейте по дому? Э-э-э... Принесу сумки! Сама собралась! И как мне с тобой так повезло! Я сделала нам сэндвичи и собрала игрушки для Бобби! Ты знаешь, как ему скучно в машине! Говоришь так, будто я ребенок! Взяла альбомы с наклейками! Лори сейчас так мне удивится! Отличный удар, Лори! Ты молодец! Спасибо! Это все благодаря твоим урокам! Это что за уроки? О-о-о-о! О-о-о! 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 Привет, детка! Ха-ха-ха! Бобби? Да! Это точно твой парень! Бобби! Решил сделать сюрприз! Но хватит обо мне! Это кто? Это мой одногруппник! Ты должна быть знаменитый шмупсичек! Я тебя наслышал! Я пупсичек! Юэн помогает подготовиться к игре! Он здесь самый опытный гольфист! Класс! Как именно помогает? О-о-о! Вот таким способом! Крепко держи клюшку, Лори! Отклонись назад! Ты молодец! Так я Юэна пародирую! Да, это похоже, Лори! Правда? Это все очень забавно! Лори замечательная! Тебе с ней повезло! Спасибо, Фен! Юэн! Фен, я понял! Я очень рада, что ты здесь! Это Карл и Серхио? Эй, Лори! Как жизнь? А они как бы сами по себе! О, я покажу, как улучшилась моя игра! Все благодаря Юэну! О, хватит, Лори! Ты смущаешь меня! Класс! Погоди-ка, я ребят проведаю! Чтобы они себя хорошо вели! Вы, ребята, это видели? Похоже, парню нравится Лори! И, по-моему, он ей совсем не противен! Ты полностью прав! Он ухлестывает за Лори! Ах, он классный! А ты? Это ты! О, это кошмарно! Что теперь будет? Спокойно! Просто сделай так, чтобы он выглядел глупо! Не думаешь, что это подло? Ха! Ну, как знаешь! Но потом не жалуйся мне в день их свадьбы! Что? Ах! Хорошо, я готов на все! А ты уверен, что это хорошая идея? Да, верю мне! О, Пупсичек, иди к нам! Конечно, детка! Постарайся хорошо прилепить! А вот и жвачка! Что такое? О, нет! Жвачку не отдерешь! Надо тебе все состричь! Не волнуйся, я сам себя постригу! Уверен, одной рукой я смогу это сделать! Скажи честно, очень плохо вышло! Ха-ха! Так буквально стало гораздо лучше! Это правда, Юэн! А теперь самое сложное уравнение гольфа! Ага, удачи! Особенно с чесоточным порошком в трусах! Па-пау! Он решил его! И толпа ликует! Ничего не помогло! А точнее, все было ему только на руку! Спокойно, брат! Если ты хочешь избавиться от Юэна, нужно победить в его игре! Ты про гольф? Это глупость, Карл! Он же лучший! Мне его никак не одолеть! Просто бей клюшкой, а остальное оставь нам! Ха! Хе-хе-хе! Ха-ха-ха! О, Пупсичек, вот ты где! Детка, есть одна потрясающая идея! Может, мы с Юэном устроим дружеское гольф-состязание, а? И познакомимся получше! О, это очень мило! Но ты не умеешь играть, Пупсичек, а Юэн не победим! Да, я согласен! Тогда он даст мне советы во время игры! Можно! На такое я замахнусь! О! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Что ж, набравший больше очков, победит! То есть меньше очков? Верно! Видишь, я уже учусь! Может, клюшку перевернешь, она вверх ногами? Нет, это ты держишь неправильно, смотри! Да! А, Балгольфна! Ты забил в лунку с первой попытки, Бобби! Вау! Кажется, у меня конкурент! Этого, может быть, недостаточно! У меня есть идея! Хотите сыграть в гольф? Я крекеры вам дам! Этого, может быть, недостаточно! Вы слышали уже? Там какой-то новичок утер Юэну нос! Я не надо видеть! Я сильно зауважала Типи! Хотя бы посидим! Эй, там Сит и Линкольн! Вот ведь! Не попало! Я не промахнусь в этот раз! А-а-а! Как ты могла, Дин? Ты слышал голос Руниен? Бей, Прима, бей! Прошу, скажи, что это все! Эй, Диби! Только не снова! Пора на супер-шоу! Супер-шоу! Так, ребята! Кто хочет посмотреть, как Типи выстреливают из пушки! Ха-ха! А-а-а! А-а-а! Да! Вау! В прошлый раз это шоу было не таким интересным! Ну и что мы теперь делать будем? Но сперва танец свина! Руниен не отвечает на СМС! Вот где она застряла? Я лучше позвоню! Забавно! Кажется, я слышал рингтон Руниена с Типи на сцене! Ха-ха! Я бы поняла по рентгену лучшей подруги, что в костюме коровы Руниен! Сейчас я докажу! Руниен точно в этом костюме! Руниен, ты что там делаешь? Потом объясню! Вытащи нас отсюда! Нас? Карл тоже тут? Быстрее, помоги тянуть! А-а-а! А теперь момент, которого вы все ждали! Ну а как же Карл? Да, я все еще тут! Запуск через три, два, один, огонь! А-а-а! Знаете, это тоже весело! Мечты сбываются! А-а-а! Хватаем Карла и делаем ноги! Стоять на месте! Уходите! Вам должно быть стыдно? Ребята, я сожалею! Я все испортила! Я только два билета выиграла! Вы оба захотели пойти, и я не смогла выбрать одного из вас! Чтобы вы не думали, что у меня есть любимчик! О, Ронни Энн! Мы бы так не подумали! Да, мы оба хотели пойти, но мы бы все поняли! Конечно! И вообще, Расти тоже выиграл билеты! Если б знал, я бы попросил у него! Ах, наломала я дров! Надо было сказать вам правду! Обещаю, что теперь я буду честнее! А-а-а! Обнимашки! А-а-а-а-а! Мне ведь тоже надо быть честнее! А-а-а-а! Чего? Я вовсе не настоящий охранник! Я выиграл два билета, но не смог выбрать между кузаном и садовником! Я отдал им свои билеты и пошел в костюме охранника! Вот совпадение! Вы, детки, кое-чему меня научили! Ну, идите! Веселитесь! Да! Спасибо, неохранник! Шоколадно-молочной встряски! У-ху! Руками-ногами не махать! А теперь встряхнемся! А-а-а! Только не это! Мы забыли Карла! Дамы и господа, встречайте единственную в мире летающую папу! У-ху! Ха-ха-ха-ха! У-ху! Лучшая папа в мире! Ха-ха-ха-ха! Немного ниже! Немного выше! А-а-а! Зачем нам вообще плакат? Когда мы стали людьми с плакатами? Я недавно смотрел передачу о влиянии плакатов на улучшение дорожной обстановки. Там говорили, что... Вот, милый, попробуй фахитос! Ронни-эн! Я сократила выбор до двух платьев! Вы ее видели? Ронни-эн! Ух, я воняю псиной, но оно того стоило. Прочь с дороги, прочь с дороги! Я очищаю дом от недобрых духов! Я слеп! Спасите, спасите! Ликые жоры приехали! Ура! Привет, Си-Джей! Привет, друг, давно не виделись! Привет! Как вам дорожные знаки по пути? Ну, здравствуй, моя козочка! О, привет, Карл! Входите, входите! Обе внизу в бодеге! Сходи туда! Но если он опять застрял в холодильнике, не помогай ему, пусть будет уроком! Я не знала, будете вы завтракать или обед! Вот вам и то, и то! Съем и то, и то! Теодора Михито! Попался Ликой! Идем-ка! Пора пройтись по доске! Хорошо, я чту законы моря, но сперва я поем! Что ж, хоть я суровый, но справедливый! Здорово, слюнтяй! Привет, Ронни-эн! Я привез тебе подарок! О, круто! Святой Рок из Ройл Вудс! Я купил его в Игра из Акуси! Прости, если он пахнет чесноком! Это лучше, чем псина! Спасибо! Ай! Ронни-эн, тебе Самир звонит! Я ему перезвоню! Что за Самир? О, Самир – это один новый друг Ронни-эн! Они не разлей вода! Это очень мило! Круто, я б с ним встретился! Нет-нет, выходные только для тебя! Идем, нам с тобой надо столько всего успеть! Эй, верни мою пленника! Пупсичек! Детка! Ой, такой холодный! Только выбрался из холодильника! Зацени мою идею для лавки! Деньги лежат так, чтобы президенты смотрели в одну сторону! Ты такой бизнесмен! Спасибо, но я долго возился и буду работать до пяти! Никаких проблем! Я проведу день, изучая город! Я надеюсь, он понравится тебе! Конечно, понравится! Я же в душе городская! Детка, можешь выпустить? Хотел достать тебе газировки! О, нет-нет-нет-нет! О, нет! Нет! Что в него? Я все еще круче! Сыграем еще? Может, потом! Пойдем смотреть город! Эээ, нечего смотреть! Куча высоких домов и вонючих вагонов метро! Ну же, милая! Город – это нечто большее! Тебе надо показать город Линкольну! Давай, Бонита! Мы будем так моргать, пока ты не согласишься! Ой, ладно! Давай, Фрида, посмотрим, кто кого! Ох, наряд городской девушки, о котором я мечтала! А у тебя столько всего есть! Когда купишь, со временем находится что угодно! Незапний! Абардан! А-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Лори! Голубка, позволь мне стать твоим гидом! Покажу тебе самые романтичные уголки нашей метрополии! О-о-о, громкие слова от парни с усами из пудинга! Ммм! Это очень мило, Карл! Но я думаю, что сама справлюсь! А-а-а! Я понимаю! Вообще, сильные независимые женщины разжигают в моем сердце пожар! Буквально умилительно! А-а-а! Ты испортила весь настрой! И еще здание, и еще здание, и у-у-у, это здание повыше! Ох, увлекательно! Привет, Ронни! Эй, те дети тебя зовут! Эй, ты не слышал о нас? Ну, ежу, ясно, что нет! Привет, я Линкольн! Уверен, Ронни Энн вам про меня говорила! Вообще-то, нет! Я Кейси, это Самир, а это Никки! Слышь, откуда знаешь Сантьяго? Э-э-э, Линк из моего мутного прошлого! Ха! Единственное, что было мутного, карусель на той ярмарке, после которой нас тошнило! Нам пора уходить! Хотите потусить с нами? Конечно! Еще как! Простите, Линк из моего мутного прошлого! Голуби ненормальные! Разве в центре они не такие же? Ты о чем? Я не из... Ай! Ох, э-э, ты вспотел! Ох, хорошо, две станции до 45-й улицы! До 120-й улицы без остановок! Стоп, штоп! А-а-а! Настала пора для звонка Бобби! Буквально важнейшая часть дня! Роберто, быстрее! Наш холодильник опять разморозился! А-а-а-а! Я сейчас, деда! О, странно! Почему не отвечает? Сможешь убрать остальное? Надо позвонить Лори! Почему в моем ящике эта змея? Ей нужно место отложить яйца! Почему она не отвечает? Может, расстроилась, что я не ответил? Привет, пупсичек! Прости, что пропустил твой... Ой, ты первая! Я расскажу тебе эту чумовую историю о холодильнике! А-а-а! Нет, только не это! Оу, ты не любишь мои истории? Нет, нет, я не о том! Я думала, что села на змею, а это лишь резинка! А-а-а! Да, это была тупая идея! Что? Я же села ненарушно! Нет, 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 не ты, детка! Я вызвал у Лало несварение, но уберусь позже! О чем мы говорили? О холодильнике? О, точно! Э-э-э, вообще-то это неинтересно! Это скучно! Как прошел твой день? О, ладно! Ты знаешь, что случилось на математике? Хотя это... Это как-то тоже скучно! Ну, ты, наверное, хочешь... Прости, ты первая! Ты, наверное, торопишься... Э-э-э, ну ладно, ну... Люблю! Пока! Ужин в пять! Приготовил новое блюдо! Ужин в пять! Бабуля приготовила, ну, всякое... Чувак, ты плачешь? Дочка, что такое? У нас в Бобе только что был самый неловкий разговор в жизни! Ага, постой, я за поддержкой! Э-э, это не по моей части, зато по нашей! Почему так тяжело разговаривать? Расстояние влияет на нас! Мы не понимаем друг друга! Да! Это безнадежно! Отпусти ее, чтобы она нашла настоящего мужчину! А, Карл, дружочек, сходил бы ты на горшок перед ужином? Не волнуйся, Бобби, мы с твоей тетей долго дружили на расстоянии, когда она училась! Ох, нам с папой пришлось быть порознь месяц, когда он заболел! Просто эти караоке-микрофоны все кишат микробами! Пап, фу! Но даже когда нас разделяют километры, все равно можно сохранить страсть в сердцах! Ах, 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 р-р-р-р-р-р-р-р! Тетя Фрида, фу! Вам просто нужно поактивнее показывать чувства! Ммм... Ройл Вудс Пицца? Знаете, я хотел бы заказать особенную пиццу для особенной девушки! Привет, у меня тут пицца для одной! О, пицца! Почему в форме сердца? Эээ, думаю, это скорее попа! О, да! Ах, 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 ах! И сделайте заголовок! Детка и пупсичек названы парой года! Ах, Бобби будет в восторге! Я же не подписываюсь на газеты Я узнаю новости по старинке Из сплетен Спецдоставка Почему Бобби ничего не сказал о моей газете? Ему что, не понравилось? Я ужасная подруга Надо больше стараться Эй, детка Я делаю видео о моей работе в магазине Чтобы ты почувствовала себя ближе ко мне Смотри, я положил чипсы рядом с сальсой Так намного лучше, да? О, а вот это святилище Лори Прямо рядом с лотереей Ведь ты мой талисман Ронен, можно взять марку? Жизнь моя Твоя красота вдохновляет мою душу Эй, милый Твоя пижама с паровозиком Прямо из сушилки О, мама Нет времени на это Эй, детка Я знаю, почему ты мне звонишь Виртуальное свидание? Ей так не понравилось видео Она даже не говорит о нем О, а, не важно Виртуальное свидание О, это когда мы оба смотрим кино И обсуждаем по телефону Почти как настоящее свидание И пусть мы не рядом Срочная доставка для Ронен Зря старался, Линкольн Счастливого шута рождения Трюк с половицей обманкой? Что это? Розыгрыш для чайников? Это же только разминка Брат, пока счет ноль-ноль Саро, надо Спасибо, Серхио Он будет вести счет Хорошо Вот правило Плюс очко за розыгрыш За промах очко снимается Ведем бой в доме Ну а Буэллу не разыгрывать Если тебе жить не надоело Брат, да начнутся розыгрыши Битва розыгрышей началась Я схожу вещи в твою комнату отнесу Ну неси давай Итак, у меня куча идей для розыгрышей Есть чему поучиться Так приступим О, Линкольн Ставишь нам ловушку в меркаду, а? Не глупо Но знаешь, что глупо? Оставлять свой рюкзак здесь Да Можем запихать в него что-то питательное Классно мы его разыграем Ну или лучше, что потухлее Линк станет приманкой для кошек Ты точно злой гений Пойду ему расскажу Только не это окно Попалась Минус одна очка Серхи очко не засчитывается Счет не может быть меньше нуля Я придерживаюсь правил Линкольну придется пойти в туалет И вот тогда он очень сильно удивится Наштачки вместо туалетной бумаги Хорошо, с пастой я закончила Ой, запачкала ладони Сит, нет! Минус хищачка Мамочки, Руниен, мне очень жаль Давай я все ототру Линкольн ужасно перепугается Когда увидит нашествие динозавров Руниен, я привела нового завтрака бота Чтобы... Я знал, этот день настанет Получай доисторическое чудище стой это же я виноват завтрака боту так стыдно прощайте прости меня руниан помогу прибраться штрафных очков за повреждения за мри не шевелись поняла я просто сяду на стул и не буду шевелиться о нет что это за шум запрещаю розыгрыши в доме уэра прости ирония следующий раз точно получится а у меня есть идея может ты проберешься в меркадо последить за линкольном и узнать что он там затевает но будь осторожна разведка я за это розыгрыши для ранен прости я собрала вас чтобы сказать что так битва у нас не получится разыгрываешь ранен говоря будто все уже кончено раскусила сет я серьезно у тебя есть классные идеи но хорошим шутником не стать за один день на это надо время и ты типа немного ты партишь нам шут рождения нет он прав может присоединишься к нам следующем году да точно все равно мне наскучили розыгрыши я просто не хотела вас подводить но раз так вышло я пойду тогда в зоопарк мы с ней не перегнули вряд ли это было хуже обстрела плодами манго логично ну наверное возобновим битву после вас спасибо большое зоопарк грейт-лейк-сити ронни-эн и линкольн считает что они лучше но я могу разыгрывать не хуже мне значит далеко до них может это им далеко до меня кому орешков вас только что разыграли парк парк нельзя прятаться вечно ли я первая выходи делайте что-нибудь я думал это битва розыгрышей а не проигрышей ронни-эн а ты лейда а